Тони Ли Шарплесс, 29-летняя медсестра, специализирующаяся на инфекционных заболеваниях, бесследно исчезла при крайне загадочных обстоятельствах в воскресенье 23 августа. После вечеринки с друзьями девушка отправилась к 12-летней дочери, которая ждала ее дома. Но у ночи, воцарившейся над городом, были другие планы. Девушка стала матерью в 17 лет, и, несмотря на молодой возраст, она всегда очень серьезно относилась к воспитанию своего ребенка. По словам Доны Кнеббл, матери Тони, когда ее дочь забеременела, то сказала, что сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать и достойно вырастить свою дочь. Но Тони не всегда хорошо справлялась с этим. Примерно в 19 лет у нее произошел первый нервный срыв. Она без причины начала плакать и никак не могла остановиться. Тогда ее мать первый раз отвезла дочь в клинику. В следующие несколько лет Тони неоднократно попадала в больницу. Но врачи не могли диагностировать причину ее поведения. Со временем ее состояние стало ухудшаться. Она могла проплакать день, а могла и три. Родным было больно на это смотреть, понимая, что они ничем не могут помочь. В итоге время от времени Тони начала выпивать, оправдывая это самолечением и говоря, что ей так легче. Но однажды она разбила свою машину, что привело к твердому решению больше не пить. В 2004 году во время очередного пребывания в больнице проблема Тони наконец была выявлена. Она страдала от биполярного расстройства. И наконец, зная диагноз, ей прописали лекарства, благодаря которым она смогла вернуть контроль над своей жизнью. В 2007 Тони закончила школу медсестер со степенью бакалавра наук в области сестринского дела. И сразу после этого нашла работу в местной клинике. Казалось, что трудные времена остались позади, пока в марте 2009 у нее не случился биполярный аффективный психоз. В этом состоянии человек не может уснуть. Он постоянно что-то делает, без устали говорит. И в конечном итоге ему начинают видеться всякие странные вещи из-за недостаточного количества сна. После этого инцидента Тони Шарплис попросила свою семью положить ее на какое-то время в реабилитационный центр. Где, как казалось, ее навсегда смогут избавить от психологических проблем. Кристал Джонс, лучшая подруга еще со школы, также сопровождала ее туда. По словам девушки, в тот период времени она не узнавала Тони. Она была совсем не такой, какой была раньше. Девушка провела в клинике месяц. И когда вышла оттуда, казалось, что все вернулось на круги своя. По словам родной сестры Кэнди Шарплис, каким бы ни было лечение в клинике, оно точно помогло Тони. Она чувствовала себя прекрасно, но в то же время новое лечение требовало больших перемен в ее образе жизни. Ей нельзя было пить, принимая лекарства. И посему Кэнди, чтобы у младшей сестры не было возможности соблазниться, проводила с ней как можно больше времени и занималась разными вещами, далекими от алкоголя. Через 6 месяцев после выхода из реабилитационной клиники Тони вернулась на работу. 22 августа, после ночной смены по пути домой, она заехала к своей сестре. По словам Кэнди, в то утро Тони помогла ей с уборкой, провела немного времени со своими племянниками, после чего отправилась домой переодеться, взять свою дочь и пойти с ней по магазинам. Подруга Тони Кристал присоединилась к ним. Девушки провели весь день вместе, и когда наступил вечер, Кристал предложила Тони пойти с ней к ее другу, который находился в заведении неподалеку. И хотя девушка не спала с той ночи, когда вышла на работу, она с радостью согласилась. Кэнди Шарплис также была приглашена, но отклонила предложение в связи с семейными обстоятельствами. Как говорила старшая сестра, она была удивлена, что Тони согласилась пойти, так как знала, что та старалась держаться подальше от клубов и других ночных заведений. Но в тот день, по словам Тони, так как она никуда не ходила уже около шести месяцев, ей просто хотелось провести хорошо время с друзьями, потанцевать и отдохнуть. В 10 вечера Кристал и Тони прибыли на встречу с друзьями в ночной клуб G-Lounge. По словам Кристал, они выпили по несколько бокалов шампанского, пару шотов и пошли танцевать. Тони чувствовала себя отлично. Они хорошо проводили время и говорили о том, что как не хочется, чтобы этот момент заканчивался. В 2 часа ночи, когда заведение G-Lounge закрылось, друг Кристал пригласил всех в свой дом в городе Гладвин, пригород Филадельфии. Девушки обсудили это предложение и согласились поехать. Там продолжилось общение с выпивкой и купанием в бассейне. Когда Кристал пошла купаться, ее подруга осталась в доме. И буквально через несколько минут, когда девушка вынырнула из воды, парни сообщили ей, что Тони почему-то сильно начала кричать. Девушка тут же побежала в дом и спросила, что происходит. По словам Кристал, зрачки Тони были расширены и она была сильно пьяна. Девушка пыталась успокоить свою подругу, но ее агрессия не стихала. И когда остальные друзья вошли в дом, чтобы посмотреть, что происходит, Тони полностью потеряла над собой контроль. Она выбежала на улицу, выкрикивая ругательство, затем вернулась обратно и начала переворачивать мебель. Кристал не знала, как взять ситуацию в свои руки и было принято решение поскорее возвращаться домой. По ее словам, выйдя на улицу, девушка сказала Тони, что сама сядет за руль. Но в ответ услышала, что это не ее машина. И если Кристал хочет попасть домой, то будет сидеть на пассажирском кресле. Но как только девушки сели в автомобиль, гнев Тони стал еще сильнее. Они проехали примерно квартал, после чего водитель ударил по тормозам, буквально вытолкал Кристал из машины, закрыл дверь и скрылся в темноте. Девушка подумала, что подруга успокоится и через несколько минут вернется за ней. Но этого не произошло. Кристал начала звонить ей, но та ни разу так и не взяла труб. В итоге, спустя полчаса ожидания на дороге, девушка позвонила своему племяннику, и тот ее забрал. По дороге домой Кристал позвонила сестре Тони Кэнди и рассказала обо всем случившемся. Та, в свою очередь, позвонила родителям, чтобы убедиться, что с ее сестрой все в порядке. Но, как оказалось, Тони так и не вернулась домой. Семья начала сильно переживать. Они знали, что Тони не спала уже 36 часов и ночью пила много спиртного. Кристал Джонс позвонила в местный участок, узнать, не арестовали ли ее подругу. В то время, как родные пропавшие начали обзванивать больницы и морги, дабы узнать, не попала ли Тони в автокатастрофу. Но за целый день им так и не удалось обнаружить, где она. С самого утра 24 августа Кэнди Шарплесс поехала с Кристал в полицейский участок и составила заявление о пропаже своей младшей сестры. Когда офицер Рассел Мур услышал от Кэнди информацию о том, что Тони уже несколько раз пыталась покончить жизнь, он предположил, что это могла быть очередная попытка. Однако семья пропавшей утверждала, что последнее время Тони была счастлива. Она любила свою работу, лекарства хорошо помогали справляться с биполярным расстройством. И дома ее всегда ждала 12-летняя дочь. Когда Кристал Джонс прокручивала в голове события той ночи, она поняла, что прежде уже видела Тони в подобном состоянии. В реабилитационной клинике. Девушка знала, что ее подруга была психически нестабильна, что в прошлом у нее уже были срывы. Но она и подумать не могла, что что-то подобное произойдет и во время их отдыха. Офицер Мур внес личные данные Тони Шарплис и описание ее машины в национальную базу данных. Связался с полицейским департаментом Лавер Мэриан, в чьей юрисдикции находился город Гладвин, где Тони видели в последний раз. По словам лейтенанта Фрэнка Хиггинса из данного управления, для них первостепенной задачей было обнаружение автомобиля, черного понтиака Гранд Прикс 2002 года. Но несколько дней поисков не увенчались успехом. Казалось, будто машина просто испарилась. Полиция также проверила последние звонки пропавшей девушки и выяснила, что в последний раз она была в сети в 4.53 утра в районе Лавер Мэриан. Последнее сообщение было написано в 2 часа и 57 минут ночи 12-летней дочери, которая звонила своей маме, потому что не могла уснуть. Дона Кнеббл и ее муж Питер, отчим пропавшей, предположили, что Тони могла врезаться во что-то и просто не смочь самостоятельно добраться домой. Поэтому они отправились обыскивать дороги вокруг района, в котором дочь видели в последний раз. Они искали всевозможные признаки аварии, вмятины в заборах, сломанные ветки. Они осмотрели весь район, но так и не смогли найти никакого видимого следа. Тогда им в голову пришла еще одна мысль. Они опасались, что в состоянии, в котором она была, по дороге домой, дочь могла свернуть не в тот поворот и съехать в реку Скулкил. Полиция согласилась, что в этой местности довольно сложно сориентироваться. И тот, кто не особо знаком с дорогой, может легко пропустить нужный поворот. Эта местность также является достаточно изолированной. И если девушка все же съехала в реку, почти с уверенностью можно сказать, что свидетелей этому не было. Но правоохранительные органы не нашли никаких признаков недавнего пребывания машины на пляже. И, соответственно, у властей не было никаких достаточных оснований пускать силы на прочесывание дна реки. Поисковую операцию на дне реки согласилась взять на себя некоммерческая организация Стехаса, занимающаяся поиском людей. Уже в среду Тим Миллер со своим напарником был на берегу реки. На арендованной за свой счет лодке с одного конца реки в другой они принялись сканировать дно с помощью эхолокатора. Гидроакустическая станция сканирует воду и фотографирует все то, что лежит на дне. Глубина реки Скулкилл составляет примерно 7 метров. Вода там довольно мутная, так что им предстояла совсем нелегкая операция. Но спустя какое-то время эхолокатор показал результаты, а именно то, что выглядело как машина, лежащая на дне реки. После этого власти согласились погрузиться на дно и точно узнать, была ли это машина пропавшей Тони Ли Шарплес. Но прежде чем дайверы принялись за работу, обнаружилось, что в том районе было гораздо больше затонувших автомобилей, чем ожидалось. Примерно 11 штук. Удаленность спуска к воде из 7 метров глубины сделала это место крайне популярным для избавления угнанных и прочих нежеланных видов транспорта. Эта новость говорила о том, что команда ныряльщиков должна была внимательно изучить их все. Один за другим затонувшие автомобили начали вытаскивать из реки, но ни одна из вытащенных машин не оказалась собственностью Тони Шарплес. На дне оставалось еще несколько транспортных средств, которые нужно было проверить. А так как Ил, поднятый со дна во время первого спуска, сделал повторное погружение опасным, семья пропавшей должна была провести в ожидании еще одну неделю. По словам Кристал, она и все близкие Тони испытали сильное облегчение, узнав о предварительных результатах поиска. Через неделю после повторного погружения оказалось, что ни одна из одиннадцати затонувших машин не принадлежала Тони. С самого начала расследования подруга пропавшей девушки Кристал Джонс плотно сотрудничала со следствием и в мельчайших деталях рассказывала о всех событиях той ночи. Но за все время расследования так и не появилось никаких подозреваемых. Исчезновение Тони Шарплес стало освещаться средствами массового вещания на ТВ и в интернете. И спустя некоторое время без какой-либо точной информации от властей начали появляться слухи о преступлении. В некоторых сюжетах на телевидении подругу пропавшей стали описывать как человека, который точно что-то скрывает. Даже говорили, что она причастна к тому плохому, что могло произойти с бедной Тони. Эта массовая травля очень беспокоила Кристал. Она всех уверяла, что не причастна ни к чему, что могло бы произойти с ее подругой. И несмотря на мнения окружающих, следователи были убеждены в правдивости ее слов. С момента исчезновения молодой медсестры прошло уже три недели. И наконец дело смогло сдвинуться с мертвой точки. Полицейское управление Нью-Джерси сообщило, что 8 сентября их патрульный автомобиль обнаружил понтьяк пропавший в городе Камде, который находится всего в 20 минутах езды от того места, где Тони видели в последний раз. Это была первая официальная информация, которую следователи получили с тех пор, как девушка была объявлена в розыск. По словам полицейского департамента города, автомобиль обнаружил считыватель номерных знаков. Это полицейская машина, оснащенная системой камер, которая автоматически сканирует и сверяет номерные знаки с базой данных. Но также стало известно, что устройство, обнаружившее машину, было установлено на автомобиле, в котором в тот момент никого не было. И, соответственно, информация об этом пролежала в базе данной незамеченной несколько дней. Полицейские двух штатов объединили свои силы и немедленно отправились на поиски понтьяка пропавшей. Но все это было похоже на поиски иголки в стоге сена. Была еще одна деталь, которая крайне беспокоила следствия. Район, в котором устройство считало номерной знак машины, известен как самый бедный и криминальный в городе. Легко можно было предположить, что в таком месте автомобиль давно уже могли разобрать на мелкие кусочки. Для семьи Тони обнаружение машины в месте, известном своими криминальными районами, принесло еще большее беспокойство. Не так давно сестры Тони и Кэнди ездили туда на концерт, после которого обе девушки хотели поскорее выбраться оттуда, так как знали, что это очень опасное место. Семья девушки была убеждена, что Тони ни за что бы не поехала туда по собственной воле. В то время, как родные пропавшие верили в то, что она почти наверняка могла стать жертвой преступления, власти негласно прорабатывали другую версию. Следствие узнало, что у Тони ранее были проблемы с употреблением химических веществ, и тот факт, что ее машина была обнаружена именно в том районе, где процветала их торговля, насторожила их. Они не откидывали версию того, что девушка могла приехать туда по собственному желанию, но эту догадку им так и не удалось подтвердить. В результате расследования удалось узнать практически все аспекты жизни Тони Шарплис. Безусловно, ее преследовали демоны прошлого, но к тому моменту, когда произошло исчезновение, она все же привела свою жизнь в полный порядок. Когда расследования в городе Камден ни к чему не привели, и спустя время не появилось никакой новой информации, поиски 29-летней Тони окончательно зашли в тупик. Частный детектив Эйлин Лав услышала в новостях о деле пропавшей Тони Шарплис и вскоре у нее появилась своя теория о местонахождении исчезнувшей девушки. Всего месяцем ранее Аллен Браун-младший был арестован за то, что принудил десятки женщин от Нью-Йорка до Атлантик-Сити работать на него. Этот человек был одним из тысяч мужчин по всей стране охотившимся за женщинами в возрасте от 12 до 50 лет. Эти уроды на вокзалах, в клубах и разных других местах в основном искали сильно расстроенных или даже сломленных девушек. Именно они являлись для них легкой добычей. У несчастных жертв отбирали телефоны, документы, кредитные карты и подвергали жестокому избиению и полной изоляции от других. Затем подсаживали на химические вещества и после чего вынуждали работать на дороге. И хотя детектив Лав верила, что Тони Шарплес стала жертвой данного типа преступления, у нее не было никаких фактов, способных подтвердить данную догадку. Встретившись с семьей Тони в первый раз, частный детектив предложил им свои услуги абсолютно бесплатно. Эйлин Лав предположила, что когда Тони уехала той ночью, в автомобиле оставалось меньше четверти бака бензина. И если посчитать километры, девушка не смогла бы добраться до дома, не заправившись. Исходя из этого, где-то посреди автострады, ведущей от Филадельфии, в машине закончился бензин, и именно это и стало началом конца. По ходу своего личного расследования, для большей продуктивности, детектив Лав попыталась вернуть историю о пропавшей молодой медсестре и матери на ТВ. После повторного освещения дела в СМИ почти сразу же стала поступать информация о местонахождении женщин, которыми, как полагали, могла оказаться Тони. Один человек был почти что уверен, что видел, как какой-то мужчина вынудил Тони выйти из автобуса, после затолкал ее в свою машину и уехал. История так и не подтвердилась. Также был звонок от мужчины, который работал дальнобойщиком. Он сообщил, что когда был в городе Камден, видел разгуливающую девушку, очень похожую на Тони. История не подтвердилась. В течение следующих трех дней подруга Тони Кристал усердно помогала в поиске. Они с детективом Лав раздавали листовки и разговаривали с десятками людей. Также на протяжении этих дней из города Камден поступали еще звонки. И так как машина пропавшей была замечена именно в этом месте, шансы найти девушку именно здесь были довольно велики. Но, к сожалению, никто из них не мог с полной уверенностью сказать, что они видели. Именно Тони Шарплис. В то время, как частный детектив считала, что Тони могла стать жертвой торговли, органы власти совсем не рассматривали такую вероятность. Но любившим ее людям не оставалось ничего иного, как принимать любую теорию всерьез. Они знают, что их дорогая Тони очень сильный человек. И если у нее появится возможность сбежать от чего бы там ни было, она обязательно ею воспользуется. Семья и близкие Тони Шарплис до сих пор продолжают верить в то, что она жива. Продолжение следует...